Привет, друзья! С вами Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. И, как вы знаете, я склонен к тому, чтобы собирать, обдумывать и обрабатывать информацию. И многие мои в дальнейшем следующие заявления могут для некоторых привыкших ко мне людей оказаться неожиданными. То, что я считаю необходимым, важным и требующим осмысления, я в дальнейших своих выпусках буду пытаться вам преподносить на суд. Еще раз подчеркну, что все это на самом деле несет лишь нагрузку для мыслящих людей. И в то же время я хочу заметить, что это не означает, что здесь я для вас декламирую какую-то невероятную и нерушимую свою позицию. Здесь всего лишь мысли, мои наблюдения и выдача их в таком вот своеобразном, практически академическом формате. Но основаны все эти выкладки на изучении материала, в который мне приходится сейчас погрузиться. Слава Богу, и время теперь побольше прибавилось. Ну и стало интересно, потому что события, которые происходят, в том числе распространенность коронавируса в России, посеяло волнение в рядах нашего многонационального населения. Россияне задаются вопросом, а затем выплескивают эти вопросы в глобальную сеть, чем будоражат умы народных масс, находящихся на самоизоляции. Для общественности меры по предотвращению массового заражения, предпринимаемые органами государственной власти во главе с Владимиром Путиным, выглядят нелогичными и подозрительными. Народ воспринимает все как очередное надувательство. Вот только посмотрите, каковы первоначальные действия президента. Он обращается к гражданам и объявляет нерабочую неделю. Он также обещает возмещение денежных компенсаций предпринимателям, кредитные и налоговые каникулы. За этим следует оказание материальной помощи семьям, продление льгот и многое другое. Круто! Единственным минусом остается введение высокого налога на деньги, которые уходят в офшорные зоны, и вклады, доходы которых превышают 1 миллион рублей. Но с этим отдельно нужно разбираться, и это не так страшно. Повышение зацепит малое количество жителей страны, так что обращение Путина к россиянам носило исключительно положительный характер. Во всяком случае, это казалось с первого взгляда. Он не вел карантин, не поставил в жесткие рамки. Он отпустил рабочее население отдохнуть и даже пообещал финансирование. Что же было дальше? А дальше мэр Москвы, губернатор Московской области, а также управленцы на местах, начинают вводить ограничительные меры, которые повлекли за собой всевозможные табу. Например, в столице сразу же был объявлен строгий режим. Москвичам запретили перемещаться по городу без специального разрешения и обоснованных причин. Исключение составляют походы за покупками в ближайшие магазины, вынос мусора и выгул домашних животных. В придачу к этому запускается система отслеживания человека по сигналам мобильного телефона и оплаты банковской карты. Также рассматривается запрет об использовании наличных средств. В Госдуме утверждают закон об уголовной ответственности за нарушение противоэпидемических мероприятий. Вышеперечисленные действия имеют сходство с комендантским часом и чрезвычайным положением, но только называются несколько иначе. Самоизоляция. И вновь возмущенные россияне, естественно, ропщут на правительство за введенные запреты и наказания. Весьма странная его позиция нашего правительства во время пандемии, быстро распространяющегося по странам РФ смертоносного вируса, оно лишь рекомендует региональным властям перенимать столичный опыт. Само собой напрашивается вопрос, почему Путин не может объявить стране ЧП, чрезвычайное положение и карантин. Граждане, естественно, взбудоражены тем, что их права и свободы пресекаются местными чиновниками, а глава державы ничего не предпринимает. Все чаще звучат высказывания, что это незаконно, что нельзя заставлять общественность самоизолироваться без объявления чрезвычайного положения. В общем, значительная часть населения сетует на власть. И вновь через интернет негодующий народ делится друг с другом информацией на злободневные темы. Ну, скучно людям. Надо ведь чем-то занять себя на самоизоляции. Наверное, стоит разобраться в легитимности или нелегитимности происходящего. Главным помощником, в кавычках, выступает, конечно же, всемирная паутина и некий кодекс правил. Во-первых, в законодательстве есть два значения. Первое – чрезвычайное положение. И второе – чрезвычайная ситуация. А также прописаны два абсолютно разных документа. Федеральный законодательный акт номер 68, так и называется ФЗ 68, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. И федеральный конституционный закон ФКЗ номер 3, о чрезвычайном положении. Каково значение определения конституционный законодательный акт и какова его правовая сила в сравнении с федеральным? Ответ будет следующим. Он обладает повышенным юридическим значением и не противоречит нормам основного закона. То есть, согласно иерархической правовой пирамиде, на первом уровне, вверху, располагается особый нормативно-правовой акт. Конституция. Ниже федеральные конституционные акты, а на третьем просто федеральные. Оба вышеупомянутых предписания во многом схожи, но ФКЗ номер 3 более суров. Он предусматривает защиту людей и всего государства как от пандемии, природных катаклизмов, различного рода катастроф, так и от военных переворотов, внешних нападений и протестов. В нем предусмотрено переподчинение вертикали власти с вовлечением армии. Чрезвычайное положение может быть введено только главой государства. Но на сегодняшний день в нем просто нет необходимости. Что касается ФКЗ номер 68, то он гораздо мягче предыдущего. Его суть состоит в обеспечении защиты населения от эпидемий, наводнений, землетрясений, катастроф, пожаров, выбросов, вредных веществ и прочее. В этом случае вводить чрезвычайные ситуации правомочный мэр, губернатор или глава республики. Интересный факт. Вышестоящие органы управления государством не правомочны объявлять чрезвычайную ситуацию. ЧС. Все санкции вводятся органами местного самоуправления, поэтому во избежание нарушения установленных правил указания по борьбе с вирусом носят лишь рекомендательный характер. Но народ снова возмущен сложившейся ситуацией. Всем известно, что в Москве и в других городах РФ ЧС не объявлено. Так почему же всех разогнали по домам? Дело в том, что федеральным законом номер 68 предусмотрено три режима. А. Повседневная деятельность при отсутствии угрозы. Б. Повышенная готовность при угрозе возникновения условий и обстоятельств, создающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку. И. В. Сама ЧС. В Москве, как и во всей России, пока что не объявлен режим повышенной готовности. Идем далее. В этом же правовом документе, в статье 4.1.10 прописано, что в случае введения действий повышенной готовности возможно применение дополнительных мер, направленных на защиту населения и территорий, а именно под пункт А. А. Ограничить доступ людей и транспортных средств на территорию, где возможно возникновение угрозы или она уже имеет место. Под пункт Г. Приостановить деятельность организации, которая оказалась в зоне чрезвычайной ситуации. Под пункт Д. Осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайных ситуаций, не ограничивая при этом права и свободы человека. Под пункт Д. Осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайных ситуаций, не ограничивая при этом права и свободы человека и гражданина. Создавать необходимые условия для предупреждения и ликвидации ЧС. А также минимизировать ее негативное воздействие. Именно так власти и поступили. Они заставили людей самоограничиться. Это минимизировали контакт друг с другом и пресекли посещение общественных мест. Все по закону. Но снова недовольство. Нарушение статьи 27, в которой четко обозначено право каждого гражданина на свободное перемещение по стране. А тут такое. Заставляют сидеть дома. Однако существует но. Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Можно ли пройти в военную часть или на территорию предприятия, обираясь на вышеуказанную статью о свободном перемещении с целью собрать грибы, якобы там их много? Уж точно нет. А если будете настаивать на своем, так можете столкнуться с установным применением оружия. Так почему же все молчат? Почему правозащитники не идут в воинскую часть и не цитируют статью Конституции 27? Почему нет информации о выигранных делах в судах? Да потому что просто нет этих дел. Потому что помимо основного нормативно-правового акта страны имеются еще и федеральные законы, согласно которым запрещено проникновение в закрытые места. А их нарушение грозит наказанием. Но как только вводятся меры изоляции с целью предотвращения развития чрезвычайной ситуации, то доморощенные конспирологи тут же хватаются за Конституцию и начинают цитировать статьи. Не удосужившись почитать законодательство. На самом деле все действия, которые предпринимает российское правительство в сложившейся ситуации с коронавирусом, это никакой не заговор, не конспиративизм, не пренебрежение правами человека. Все абсолютно логично и законно. Если вы услышите, что кто-то начинает пустую болтовню о нелегитимности самоизоляции, о введении чрезвычайной ситуации, вымыслах властей, то незамедлительно отправляйте его читать в ФЗ номер 68, в частности статью 4.1 пункт 6, 8 и 10. Хотелось бы добавить, что президент и его подчиненные действуют строго согласно букве закона, во всяком случае сейчас. Они имеют широкий штат юристов, не забывайте об этом, которые тщательно проверяют указы и распоряжения представительных органов государственной власти. И стоит только высокопоставленным особам сделать что-то противозаконное, оступиться, как соперники и конкуренты это мгновенно используют против них. У Путина есть много недоброжелателей, как в Кремле, так и за его пределами, которые спят и видят, как бы убрать его с занимаемой должности. И поверьте, они не упустят ни одной возможности. Поэтому столь высокого положения достигают немногие. А только те, кто не оставил оппонентам ни единого шанса быть уязвленным. Итак, какой же вывод? Мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса в РФ и введение режима самоизоляции, предпринятые местными советами, осуществляются по закону Российской Федерации. Поэтому не тратьте свое время на пустую необоснованную болтовню. Вам же будет лучше. А вот вопрос, с какой целью запустили COVID-19, и кому это выгодно, мы обсудим в следующий раз. Поэтому не забудьте подписаться на канал, кому это интересно, нажать на колокольчик. Подобные материалы буду теперь выкладывать, буду стараться выкладывать регулярно. Но ни в коем случае не оставлю без внимания наших почитаемых, я же специально не употребил слово уважаемых, а почитаемых и долгожданных взыскателей и коллекторов. Мое отношение к ним всем уже давным-давно понятно. И поэтому мы сейчас включим нашу великолепную программку, которая настроена именно на переадресацию от наших клиентов. И будем разговаривать. У меня есть техническая возможность перехватывать звонки, которые поступают нашим клиентам, а не сбрасывают звонки, я имею в виду. Я, конечно же, могу поговорить с господами взыскателями, так как мне это интересно. Да и вам, я надеюсь. Итак, включаем программку. Алло. Здравствуйте. Могу услышать Елизавету Андреевну? А вы кто, простите? Кто спрашивает? Меня зовут Алексей Юрьевич, фамилия Мастлеринг, компания MacroBrand Moneda. А, ну да. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. А я Елизавета Андреевна. Знаете, так случилось, что она вот рядом сидит, а как раз приехала, несмотря ни на какие введенные меры, к нам на консультацию. И вот она говорит, звонят, звонят, звонят. Алло, Елизавета Андреевна. Вы меня слышите, да? И она говорит, надоедает, каждые несколько минут звонят. И она вот прям при мне продемонстрировала. Вы представляете, за... Алло. Не надо притворяться, что вы оглохли. И делать такой хитрый, на ваш взгляд, ход, как будто бы вы пытаетесь ее услышать. Да, я вас слушаю. Трубку передайте Елизавете Андреевне. Вы Елизавете Андреевне? Нет, я не Елизавета Андреевна. А если вы с первого раза не понимаете, я повторю. Тогда тоже ей передайте. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Елизавета Андреевна изъявила свою гражданскую волю, воспользовалась своим гражданским правом. Вы прерываете. Что воспользовалось? Своим гражданским правом. И делегировала мне право устных переговоров. Вы понимаете, что она не хочет с вами разговаривать? Перестаньте включать дурака. Тогда передайте ей информацию. Если вы не вывозите, кладите трубочку, пожалуйста. И больше сюда не звоните. Видели, как он, да? Алло. Здравствуйте. Ситеринбанк ООО уведомляет вас о наличии задолженности перед банком. Как они, да, друзья? У них вот так, вот это. Алло, алло. Он понял, что все. Ну, у них есть четкий конкретный такой способ. Третье лицо. А скажите вы хоть один из вас. Вот такие техничные переводы в никуда. Типа того, чтобы остаться непобежденными. Что вам мешает? Ну, вы же выполняете вроде как нужное и полезное дело. Ну, любой человек, устроившийся на определенную работу, подразумевает пользу от своей деятельности. Я уже много раз говорил на своем канале, уж стесняться того, что вы делаете, а тем более сомневаться в том, необходима ли ваша деятельность или нет, это последнее дело. Если такие ощущения у вас возникают, то нужно скорее бежать с этой работой. Но вот этот персонаж полностью сейчас отчетливо продемонстрировал то, что он не уверен, как минимум, в том, что он делает. Потому что если бы уверенность в нем была, он бы, естественно, спокойно со мной побеседовал. И, наверное, все-таки вообще, я скажу, намного, как говорится, круче в этом смысле. Если бы у них вообще была бы какая-то уверенность или действительно правовая платформа, то не было бы компании Алиам, не было бы этого канала, потому что не было бы контента. Друзья, если вы слышите посторонние звуки, я просто напомню, что мы работаем в режиме самоизоляции. Я записываю в последнее время эфиры из дома. Поэтому у меня здесь движение, хождение. Пожалуйста, не судите строго. Да, в принципе, все здравомыслящие люди понимают, что затаиться семья не может. И поэтому, не знаю, слышно вам или нет, сейчас на кухне происходит некое движение. Продолжаем существовать. Иногда может загавкать наш уже знакомый вам друг и соратник по имени Шурик. Могу вам продемонстрировать. Шурик, где сюда? Ты где? Убежал куда-то. Убежал зверь куда-то. Ну, ничего. В следующий раз. Ну, извините, он спыт. Он устал. Потому что он игрался. Я устал от игр. Подождем следующего подопытного. На самом деле, я хочу сегодня провести кое-какой эксперимент. Не знаю, получится или нет. Почему я не уверен, потому что я не умею притворяться жертвой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Кто это? Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Кто это? Это долговая. Здрасте. Это долговая агентка Дельте. Меня зовут Романова Жанна Александровна, специалист в продленной задолженности. Это по поводу дож... Сергеевича. Он вам знаком? Или это вы? Да, это я, конечно. Поведомляю вас с записью разговора. У вас есть задолженность по действительным займам онлайн-займам. На данный момент вы подтверждаете, что взяли деньги в данной организации? Что остается, конечно. С договором были ознакомлены, да? Ну, поскольку я особо-то не соображаю во всех этих делах. Ну, все понятно. Вопрос намерены сейчас решать? Деньги отдавать, да, надо? Да. Угу. Конечно. Блин. Душа. Я просто не знаю. А можно об отсрочке попросить? Что вы говорите? Можно договориться о какой-нибудь отсрочке? А, ну, давайте я скажу сумму долга. Смотрите. 39 тысяч 146 рублей на сегодняшний день. Это с учетом процентов. Капец. Просрочка 93 дня. 93 дня, да. Я уже сейчас и не помню, сколько я у вас брал. Ага. Не помню, говорю, сколько я у вас уже брал. Да, сколько я брал у вас, блин, честно. А, но я имею в виду, вы брали в Limezyme, да? Ну да, ну да, конечно. Да. На данный момент, скажите, ну, это по-другому еще Конго называется. Вот. На данный момент, смотрите, вы несете 39 тысяч 146 рублей до 18 копеек до 18 апреля. Ой-ой-ой. Аплату будет? Не, 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 не. Вы что, о чем вы говорите? Не, у меня просто, я хочу даже вспомнить, что не только у вас брал. Сколько я у вас брал? Почему вы не можете оплатить? Да я говорю, я не могу вспомнить, мне просто нужно распределить, кому в первую очередь, кому раньше, кому позже. Сколько я у вас денег брал, какого числа, напомните? Первые вы у меня или вторые на очереди? Я просто сейчас каждую копеечку считаю. Договоры вы не запрещали. Ага. Это 9 декабря 2019 году, ну, 93 дня просрочки, я не понимаю тебя. Да, сколько там, сколько там было в договоре? 1060 рублей вы брали, 17760 рублей, ну, 18, грубо говоря, Вы брали рублей, на данный момент у вас, вы сами понимаете, что сумма увеличилась, можно сказать, в два разных, да, даже больше. Даже больше. Поэтому, чем больше вы? Господи, я так, простите, как вас зовут? Как вас зовут, простите? Меня зовут Жанна Александровна. Жанна Александровна. Я просто вот сейчас не помню, это Конго, я помню, да, Конго, это что-то такое название было, да. Это Конго, да. Неужели? Я просто хожу, ношу там, кого-то прошу, напомните мне, что там я вам отдавал же что-то, потому что не мог и 93 дня вообще ничего не платить. Ну, смотрите, мы долговые агенты, сразу говорю, мы видим платежи, которые идут через наше агентство, когда мы договоримся. Если они были раньше, то мы этого не можем видеть, честно, мы не можем ничего сказать. Так это, вы как-то... Перекрылись проценты уже перекрылись, да, сами понимаете. Проценты, которые действительно, вот они перекрылись. Поэтому сейчас вы говорите... Перекрылись, да? Перекрылись, да? Да. Перекрылись проценты уже, вы говорите, да? Что еще, простите, простите, я перебил вас, что вы сказали, извините? Я говорю, наверное, отнялась, а потом снова добавилась из-за процентов. Что добавилось, плохая связь? Ну, сумма, наверняка, я говорю. Ну, давайте сейчас поговорим о ваших данных. Вы где работаете, почему вы можете оплатить? Да кто сейчас работает? Нигде я сейчас не работаю. Дома сижу. Подработки есть? Какие подработки из дома нельзя выходить, ну что? Ну, может быть, как-то удаленно, там, в интернете, может, умеете это делать. Вот, если бы умел, может быть, легче было бы. Ну что, просто люди приспосабливаются, во время карантина находятся, а какие пути решения нет? Ну, ну, пока... Вот я пытаюсь приспособиться, просрочка возникла. Подождите, давайте, я просто, у меня есть кое-какие скопления, давайте поговорим, значит, как я понял, вы уже как коллекторская организация работаете, да? Ну, можно так сказать. Мы просто не выкупали ваше дело, то есть коллекторская выкупает, мы нет. Мы на данный момент просто представляем интерес Лайнзайн. А почему вы сказали, они вам информацию, получается, передали, а вы не можете мне даже сообщить, что там я у них платил. Ну, мне просто нужно принять решение, сколько выплатить, не выплатить. Дело в том, что, получается, как так получается, что вы не знаете всей истории моей? То есть вам как-то так, ну, усеченно, да? Потом я предложу вам это решение. Что вы сделаете? Что вы обновите? Что сделаете? Я говорю, жена, ты детей есть? О, а возможно об этом не обсуждать? Ну, просто разговор записывать, мне нужно в базу внести ваши данные. Я понимаю, мне очень важно, я пытаюсь выяснить у вас на каком основании вы мне задаете вопросы, если вы не поняли, да, то я сейчас выясняю у вас на каком основании вы вообще совершаете мне звонок, кто вы такие, в конце концов, и почему у вас информация, коль вы утверждаете, что вам мой кредитор ее передал. Подождите, я вас внимательно слушал, не перебивайте, я с вами продолжаю спокойно абсолютно разговаривать, просто я ничего другого, я совершенно спокойно с вами беседую, совершенно спокойно с вами беседую. По вашим словам у вас много, да, займа? Вы меня слышите, нет? Я вас слышу, но почему вы меня перебили? Ну, потому что у нас времени не будет, понимаете, мы с вами же не можем... То есть я должен просто тупо вас слушать и тупо отвечать на ваши вопросы? Вы о себе чего заменили? Итак, внимание, сейчас вы разговаривали совершенно с другим человеком в прямом эфире на юридическом канале Алиам, сейчас вас смотрят 5000 человек, в данный конкретный момент вы подтвердили, что ваше долговое агентство совершает практически преступные действия, нарушая закон о персональных данных. Сейчас вы заявили, что вы совершенно обособленно пытаетесь выискивать и вытаскивать информацию, не имея на это права. Закон запрещает вам обрабатывать персональные данные и делать какие-то попытки. Еще раз повторяю, вы сейчас разговариваете совершенно не с тем человеком. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Общество с ограниченной... Прерывается связь у нас. Вот так, друзья, сейчас вас 5000 человек. Мне не нужно от вас слышать объяснение, потому что вы даже русский язык толком не знаете. Долговое агентство ваше как называется? Еще раз представьтесь. Представьтесь, я требую. Название организации Жанны Александровны и ваша фамилия, вы забыли. Быстрее. Я не он. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Вы сейчас находитесь в прямом эфире. Вас смотрит 5000 человек и слышит в том числе. Вы будете вынуждены извиниться, если вы этого не сделаете. Следом, завтра же будет составлена записка, ФССР отнесена. И запись разговора этого будет предложена. Перестаньте нести ахинею. Я понимаю, что вы сейчас обалдели. А точнее сказать, охренели от того, куда вы попали. А попали вы серьезно, Жанночка. И этого я вам говорю как специалист с огромным стажем, возглавляющий одну из крупнейших юридических организаций на территории России. Долга у меня нет. Теперь у вас появится долг, и благодаря вашим действиям, конкретно, ваша организация схлопочет на основании Коап РФ штраф порядка 150 тысяч рублей. Передайте это обещание своему руководству. А теперь замолчите, перестаньте пороть ересь и выключайтесь. Друзья, вы понимаете, как они себя ведут? Они либо резко глохнут, либо начинают нести ахинею. Для того, чтобы перевести дух. Читать по скрипту. На самом деле это чисто психологический прием, который позволяет им самоустраниться от того, что они слышат. Но они действительно слышат. На ютюбе это увидят, потому что они мониторят наш канал. Вы можете это увидеть благодаря дизлайкам. Все очень просто. А вас я призываю не забывать, кстати говоря, ставить лайки. Потому что активность на канале подразумевает действительно какое-то движение по мышке, по курсору. И поэтому, если кому-то хочется поставить 100 лайков, это можно сделать. Я как-то говорил, как это сделать. Нужно проявить активность. То есть вы введите комментарии под любым из наших видео. Если вам нравится ролик, тот либо иной, вы можете поставить столько лайков, сколько хотите. Потому что, допустим, не меньше 200-300 лайков вы можете поставить. Как вы спросите это сделать? Элементарно. Читайте комментарии и под теми комментариями, которые вам нравятся, ставьте лайки. Это абсолютно то же самое, что поставить лайк под видео. Абсолютно то же самое. Это активность на канале. Активность под роликом. Ютюб это равносильно воспринимает, как будто 100 человек поставили лайки под видео. Это один может поставить лайк под видео и потом почитать комментарии. А это, кстати, тоже очень полезно. И поставить лайки под теми комментариями Которые ему понравились Ну или ответить на какие-то комментарии Это тоже приветствуется Написать свой комментарий Алло Алло Я вас слушаю Алло, здравствуйте Здравствуйте Я вас слушаю Здравствуйте Здравствуйте Конечно я вас слышу Компания Мани Мани Компания Мани Мани Епифанцева Оксана Геннадьевна Звоню из отдела по работе С просроченной задолженностью Лизбек Аслан Бекович Да, да, да Это вы, да? Да, здрасте, здрасте Рад вас слышать Доложу до вашего сведения Вам нарушены сроки оплаты по договору займа По состоянию на 15 апреля 2020 года 7 дней находитесь в просрочке Сумма задолженности у вас составляет 5450 рублей 52 копейки К сожалению, в связи с выходом на просроченную задолженность С неоплатой было выставлено требование На основании 307 статьи ГК РФ Обнесение оплаты в течение двух дней Сегодня крайний срок завтра до 19 часов По московскому времени Оплату вносите? Да за два дня точно не получится А что будет, если я не смогу? Пропадаете, я не понимаю, что говорите Что будет, если я не смогу внести оплату? Вам необходимо оплатить Ну, это я понял Вы сказали, что выставил на требование А что будет, если я не смогу это сделать? Ну, а Лебёка Санбекович Мы так разговор даже не предполагаем У вас какие-то трудности? А у кого их сейчас нету трудностей? Все сидят дома Я таксистом работал Какие у вас конкретно трудности? У меня трудности Я работал таксистом Ну, сейчас у меня Мне нельзя выходить из дома даже Так же, как и всем остальным Заявок нет Люди просто не ездят на такси У меня нет дохода У меня нет дохода Работы сейчас мало Да, я живу на пенсию своих родителей И не работаете вообще? Ну, потому что я бы и рад работать Но у меня нет возможности Я вас попрошу Вы не говорите большими сразами Потому что вы постоянно куда-то пропадаете И я не понимаю, что сказано вам Просто можете коротко отвечать на вопросы Вы потеряли сейчас работу? Да Вы потеряли В связи с коронавирусом, правильно? Ну, у меня его нет Правильно я понимаю? В связи с карантином Я имею ввиду связи с самоизоляцией Совершенно верно У меня их нет вообще Вы как? Вы что планируете вообще? Вот как поступать в эту ситуацию? Что вы предпринимаете? Сижу дома Я законопослушный человек Мне еще штрафов не хватало Сейчас с 15 тысяч начинается штраф Если меня поймают на улице Алибек Асланбекович Вы один закон соблюдаете А другой нарушаете Как мне? А какой я нарушаю? Еще обязательно Какой я нарушаю закон? Как вам быть? Вы можете... Не-не-не, подождите Я же вам говорю Я законопослушный гражданин И в этой связи я четко хочу понять Какой я закон нарушаю? Я вас не слышу, что вы говорите Ёб вашу мать, а Вы в ближайшие два дня оплату можете? Я уже вам сказал нет Нет А отказ от оплаты фиксируйте? Что хотите, то и фиксируйте Ну как с вами разговаривать Если ничего не слышите? Давайте вы с аппаратурой разберетесь И перезвоните мне попозже Когда будете готовы Вот когда вы коротко говорите Я вас не хочу коротко говорить Чтоб ты лопнула, блядь Коротко Да, нет тебе говорить Это у тебя проблема с головой, блядь Дурья твоя Бестолковка А что ты сейчас понимать стала, да? Ты сейчас вдруг стала Многосложные фразы понимать, да? Когда я интонации поменял Я действительно вас очень... Ну у тебя значит с головой что-то Пустота у тебя там шумит в голове Купи аппаратуру нормальную И будет тебе нормально все слышно А вы адекватный разговор вести можете? Подожди, ты же ничего не слышишь Как это ты воспринимать стала Что я вдруг к тебе стал Грубым тоном обращаться? То ты это сам Когда я блеял Когда я блеял Ты прям там все слышала, да? А сейчас ты Ничего точнее не слышала А когда ты Начала слышать Вызов в свой адрес Ты тут это самое Слух прорезался у нее, а? Я вам рекомендую Все, сливайся Клади трубку Или что там у тебя Выключай свою Ущербную аппаратуру И До свидания Да, ну конечно Ребят, честно Объяснение есть Они сейчас все выгнаны Они и так Большинство из них Работало удаленно Из дома Но Ну не большинство Неправильно выразился Какая-то часть Значительная часть Работала из дома Потому что Эта работа Подразумевает Некий такой Удаленный формат В принципе Но Закон не позволяет Ни в коем случае Вести деятельность По обработке Персональных данных Таким вот образом Алло Здравствуйте Алло, здравствуйте Александр Александрович Да, да, здравствуйте Компания Боофинансы Специалист Волкова Наталья Викторовна Идет запись разговора Я звоню по поводу Вашей задолженности Перейдут тебе банком Александр Александрович Потребительский целевой кредит Ваш не оплачивается 50 дней оплаты Не поступают Договор действующий 11476 рублей Вам необходимо оплатить По требованию культуры До 17 апреля Включительная оплата То есть Они продали вам долг Да? Все-таки Нет Никто долг не продавал Они говорили Что продадут долг Они говорили Что продадут долг Кто говорил? ОТП Кто говорил? ОТП Ну и Вы им звонили Они вам сказали Что продадут долг Да, и они мне звонили Много раз Долг ваш Никто не продавал Ваши реквизиты Прежние Договор ваш действующий По действующим договорам Никто ничего не продает Платить вам до мая 21 года Ваш ноутбук Сейчас вам нужно Оплатить задолженность 11,5 тысяч рублей Далее оплата По графику 27 апреля Следующий же месяц А, вы просто информацию передаете Потому что они закрылись Наверное на карантине Да? Мы уполномочены Согласовать с вами Порядок Поговорить Задолженность Они не закрылись На карантине Продолжают работать Ну давайте Я завтра позвоню Я позвоню Завтра им И спрошу Как вы называетесь? Что вы спросите? Как вы называете? Ну я спрошу Просто знаете Всякие мошенники звонят Мне нужно знать Как ваша организация Называет Вы же говорите Они поручили вам Согласовать Александр Александрович Мошенники предоставляют Считать Да, да, да Мошенники предоставляют Квизиты для оплаты Ну давайте я по другому Простите Я по другому Я по другому Выражусь Я перезвоню им Завтра И уточню Законность вашей Вы купили Александр Александрович Им звонить не нужно Простите Можно я закончу А почему не нужно? Сейчас с обжисканием С вас задолженности Почему не нужно? Занимается наша компания Вы купили Да я с большим уважением Отношусь к вашей компании Но я позвоню Завтра у ТП У меня там есть менеджер Который идет И уточню Действительно ли Вы же сказали Что они поручили Согласовать вам Со мной Вот эти все И что Мы с выстрелом Теперь вы общаетесь с нами Да да Ну я сейчас не буду 30 марта 30 марта 30 марта Вы общаетесь с нами Ну какое-то основание У меня же должно быть А то сейчас мне позвонит Какой-нибудь Извините Меня хрен с бугра И скажет Я хочу С вами общаться Ну это же персональные данные Александр Александрович Если это вы и есть Это я Воспринимайте информацию Которую вам Я не пойму Почему я вообще Должен прислушиваться К вашим воплям Вы являетесь С должником Вы нарушили Кривизный договор Статья 819 Откуда вы Эта информация Не выполняете Свои обязательства Может быть я договорился О полной оплате С ОТП Значит Александр Александрович 11500 рублей Я не понимаю Кто вы И зачем вы мне звоните Следующий Воспринимание Завтра я позвоню В ОТП У меня записывается Весь разговор И я вам открою секрет В данный конкретный момент Вы находитесь Вы не можете право записывать разговоры У вас на это Нет никаких Разрешений Чего? Какое разрешение нужно Физическому лицу? Я заканчиваю с вами беседу Потому что она Ни к чему не приведет Подождите Я вам самое главное забыл Сказал Нет Очень важная информация Не будьте так самоуверены В своей правоте Полные минуты Вашего драгоценного времени Позвольте Это очень интересно Для вас будет Итак Внимание Сейчас вы находитесь В прямом эфире С вами разговаривает Руководитель Одного из Крупнейших Юридических операторов На территории России Компания Алям Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов В данный момент Вас смотрят Порядка 7 тысяч человек И слушают Точнее смотрят меня А слушают вас МБА финанс Все записано Вы просто не смогли Закрыть Элементарное возражение Это не Александр Степанович С вами разговаривает Дмитрий Евгеньевич Правозащитник с огромным В начале разговора Вы представились Александром Александровичем На том основании Я имею право Разговаривать с вами Вам не запрещаю Со мной разговаривать Я абсолютно За то Чтобы вы со мной Разговариваете И теперь пожалуйста Сообщите мне Какие должны быть документы Позволяющие вести Запись физическому лицу Алло 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 Здрасте Я вас слушаю Здрасте Кто это? Я вас слушаю А многослужащих Что что Очень плохо слышу вас Алло Да это я Ну что со связью Я через слово Вас понимаю Да нет От того что вы Громче начинаете Говорить Я просто порекомендую Что то с аппаратурой Сделать И перезвонить Мне в следующий раз Потому что я Ничего не разбираю Что у вас Либо с интернетом На удаленке Что то Либо у вас По умолчанию Аппаратура Потрепанная Ой 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 Алло Я вас слышу Через раз Через слово Алло Все Да Я то знаю Что вы меня слышите У меня все хорошо А вот я вас Не слышу Алло Давайте Все Будьте готовы Нормально разговаривать Почините там Что у вас есть Что починить Трофейную Аппаратуру вашу И Покупайте Не в секонд хендах Аппаратуру Это не так дорого Можно купить В нормальном магазине Новую прям Наушнички купите Максимум В 500 рублей Вам это встанет И все Вы меня услышали Это я Я вот только Ваша аппаратура Каким-то хитрым образом Так настроена Что она только Мое имя Может передать А все остальное Начинает Шифровать Звонок поступает По поводу Невыполненных Обязательств Передали по банкам Сумма задолженности Составляет 9754 рубля Если у меня требование О полном Погашении Вопрос должен быть Урегулирован В течение Суток Зачем вы так Разговариваете Растянуто Это что Вы хотите Меня повеселить Или что Зачем Или вас Кто-то там За что-то Прищемил Я вас спрашиваю Что Я вас спрашиваю Александр Степанович Оплата планируется Я понял Как настроена То есть Когда вы так Чуть ли не поете У вас аппаратура Начинает Как-то так Более ровно Это все воспринимать И когда вы говорите Четко Конкретно Между Делая короткие Паузы Между слов Она перестает Фиксировать Какие-то Волны Акустические Поэтому я Половину слов Не слышу От вас Давайте Не правда По-честному Давайте Вы перезвоните Попозже Все Выключайтесь Я не могу Так разговаривать Разговора Конструктивного Не состоится Напрягаться Что-то там Пытаться Разобрать Ваше Вот это Вот заикание Мне не интересно Хорошо Мы вас перезвоним Давайте Давайте Лучше перезвоните Когда все хорошо У вас станет Пока Алло Друзья Мне прям Я аж Припотел Если честно В физическом смысле Этого слова Потому что у меня Ладошки аж Мокрые Не могу я Жертвой Прикидываться Вот честно Не могу Слышать Как они Начинают Нагнетать Может Надо Потренироваться Я еще Ради вас Потерплю Мне кажется И для вас Это Непростое Испытание Потому что Все они Подряд Все вы видели Как они Начинают Доминировать И нести Эту ахинею Чушь Пороть Вот эту Про лицензии Или разрешение На запись Разговора Ну Один из шедевров Да А как же Конституция В которой Сказано Что Любой человек Имеет право Собирать Распространять Информацию Любым Доступным Ему Способом Я сейчас Не помню Точно Но любой Из вас Может В комментариях Напишите Те кто С нами Давно Да Или Недавно Может быть Юристы Есть Напишите В комментариях Какая Статья Конституции Позволяет Человеку Спокойно Записывать Телефонные Разговоры Собирать Собирать Просрочно Задорность Цельфобанка У вас Задорность Девять дней Пятница 3000 Внесете Черебанком Нет Навряд ли Когда Платят Что Какого Тсела Точно Как Я могу Сказать Точно Как На работу Выпустят Просто Выходя На задорность Ну Алло У вас С чем Сложность Поплать Кредит Дома Сидимся Да У вас С чем Сложность Поплать Кредит У большинства Моих Всех Знакомых Дома Сидим Нет Заработка Нерабочий Период Продлен До 30 Апреля С Хранением Заработной Платы Что 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 Вы Можете Обратиться К Работодателю Мой Яндекс Такси Мой Работодатель Яндекс Такси Точнее Вы Обращались За Финансовой Помощью К С В Близ Как Это За Какой Я Что Один Такой По Вашему Единственное Такой Непутевый Кулема Сижу Без Работы Что Ли Все Сидим Друг С Друг Последними Копейками Перебиваемся Просто Уходя За Дом Итаж На Один День Ухудшается Свин Ну вот А почему А почему А почему А почему Я по своей воле Это сделал Или что Или я до этого Не платил Вам Почему Так Банка Мерзко Поступает По отношению К простым Людям Почему Хоть и Президент Порекомендовал Тут же Рабочий Период Интересно Да я работаю В такси Я В такси Работаю Индивидуальный Предприниматель Максимум Что мне Позволено Это Налоги Не платить В течение Полугода И то Не все Налоги Пенсионный Фонд У меня Нет сотрудников Я сам По себе Хотя бы Понимаете Алло Алло Мужчина Алло Алло Подождите Подождите Давайте Дальше Обсудим Ситуацию Так просто Раз и все Вот вы Нормальный Человек Впервые Попавшийся Мне кажется За многие Многие Какие-то Дни Которые Потому что У меня не только В этом банке Долги И вы как-то Не стали Зачитывать Тот самый Скрипт Заточенный На психологическое Давление На людей А Ну Просто Какие-то Дежурные фразы Произнесли И видимо У вас мозги Нормально Функционируют По сравнению Со многими Вашими Коллегами Вы давно Простите Работаете В этом Учреждении Алло Алло Ну я вот сейчас Вопрос задал Если вам Нетрудно Можете ответить На этот вопрос Да Или вы не слышали Минуту Давно Будет Что Связь пропадает Связь пропадает Через пять минут Удавно Будет Перезвонить Связь пропадает Да зачем Куда она Почему она пропадает Я вас Слышу Конечно Но вот вы Когда По делу Типа По вашим По вашей Боли Разговаривали Все было нормально Когда Простой человек Начинает С вами Пытаться Говорить На нормальном Как говорится Общечеловеческом Языке У вас Связь пропадает Но почему Так происходит Вы же Тоже человек Из мяса и костей У вас мама Родила Вы маленькие были Соску там Сосали Сиську Сосали В свое время Сейчас Наверняка У вас родители Живы Здоровы Дай им бог Еще дальше Сто лет Так же Но почему Вот так происходит Почему вы Все таки Задаете Эти глупые Вопросы Про работодателя Вы же все Понимаете Вы Конкретно Алло Вот не надо Притворяться Что вы Да у вас вопрос Какой вопрос У меня вопрос Простой Как и у многих Других людей Почему вы Как представитель Банка Продолжаете Задавать Такие вопросы Которые В принципе Уже могут Иметь статус Риторических Вопросов То есть На них ответ У каждого Второго А то может быть Из 10 8 человек Вам ответят Одинаково Какая еще Заработная плата От работодателя Сколько В нашей стране Людей Работает Официально Я практически Уверен Что и у вас Нет какой-то Такой устойчивой Зарплаты И основной Ваш заработок Зависит От процентов Взысканных Денег Который Высчитывается С взысканных Денег Неправильно Выразился И вы все Это понимаете Уж не лучше Меня Но точно Так же Как и я Но почему Вы продолжаете Позволять Себе Задавать Такие вопросы И вот Изо дня В день Приходя Или там Точнее Вы сейчас Удаленно Работаете Наверняка Не в офисе Людям Ответьте Сейчас Все наши Клиенты Платят Не надо Рассказывать Чепухи Давайте Я сейчас Вам Скажем так Не то Чтобы Внесу Интригу А Лишу Вас Права Лгать Просто Вы сами Поймете Что лгать Здесь Сейчас Не получится Дело В том Что Вы Сейчас В прямом Эфире И Этот Прямой Эфир Осуществляется На канале Алиам Вас Сейчас Слушает И меня Видит 11 тысяч Человек Я Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов Тоже Простой Человек Но У меня Есть Эксклюзивная Возможность Видеть Сколько Людей Действительно Не платит И Сколько Звонов Ежесуточно Совершается С Альфа Банка Понимаете Да А теперь Еще раз Мне скажите Что Все Платят Кроме Того Человека Кому Вы Звонили Вот На Этом Фоне Понимаю Что Сейчас Вас Слышит 11 тысяч Человек Ну Кстати Говоря В любой Момент Времени Когда Люди Будут Смотреть Эфир В записи Количество Людей Увеличиваться Будет С каждым Днем Что На этот Нерабочий Период В послании Президента Выконодательного До 30 Апреля Сохраняется Заработная Плата Ну я же Вам говорил И на русском Музыке Говорил Что Заработная Плата Сохранилась От силы 20% Людей И то У простых Людей Те Которые Я сейчас Про людей Говорю Не надо Притворяться Что связь Пропадает Все вы Слышите Вам просто Очень Неудобно Осознавать То Что Вас Смотрит Больше Человек Сколько Больше Чем Сейчас Смотрит Послание Президента Кстати Горяф Сегодня Тоже Будет Послание Президента Вот Именно Сегодня Или Уже Отменили Вот Мне Подсказывают Почему Вы Так Себя Ведете Лично Вы Ну Можно Даже Сказать Не Лично Вы А Ваши Коллеги Все Он Не Выдержал Друзья Он Ушел Со Связи Знаете Я думаю Что Еще Мы Звоночек Попробуем Принять Если Не Поймаем То Алло 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 А я вас слушаю Здравствуйте Здравствуйте Здрасте Меня зовут Черномартина Юлия Анатольевна Главный специалист Департамент Разыскания Посроченной Задолженности Альфа Банка Евгений Сергеевич Я с вами Разговариваю Да Это я Да У вас имеется Задолженность Передалься Банком Ваша Общая Задолженность На сегодняшний день Составляет 109 тысяч 147 рублей Копе Оплата Необходимо Внести Не позднее 17 апреля Что у вас Случилось В связи с чем Просрочка Почему оплату Не вносите А вы Ожидаете Какой-то ответ Услышать Оригинальный На вопрос Что у вас Случилось Или вы Находитесь В какой-то Другой Что я не поняла Вы какой-то Оригинальный Ответ Надеетесь Услышать На вопрос Что у вас Случилось Либо вы Находитесь В какой-то Другой Реальности В каком-то Смысле Оригинальный Ответ Я вам задаю Вопрос Ну да Ну то есть Стандартный Ответ Вас устроит Стандартный Ответ Вас устроит Правильно Понимаю Тот Который Действительно Разница Какой у вас Будет Ответ Самое главное Чтобы он Был непосредственно Правдивый Он Непосредственно Зачем Столько Ненужных Слов Мой Ответ Правдивый Сейчас Я Как и все Не оплачиваем Не оплачиваем Да Я отвечаю Я уже В процессе Ответа Не оплачиваю Кредит Потому что Нет работы Нет средств Я не слышу что вы сказали У вас связь прерывается Это у вас что-то Итак Повторю У вас связь прерывается Что вы говорите Я говорю то Что я не оплачиваю Я не оплачиваю Слышите меня Потому что Потому что Да 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 Вот Хорошо слышно Отлично Потому что Нет средств Даже к существованию Не то чтобы Удовлетворить Амбиции Альфа-банка Что я не поняла Нет средств Я не могу С вами разговаривать Тогда выключайтесь Резиновая голова Я не молчу Я говорю Алло Слышно меня Короче Все Давай выключайся Раз у тебя с аппаратурой Какой-то Непонятно что Давай Выключайся Будешь готова к разговору Перезвони мне попозже Надоели Вы что Вас выгнали на удаленку У вас даже аппаратуры нормальной Дома нету А с чего вы взяли Услышала все таки Да То есть когда интонации Поменял человек Она услышала Задела ее Да Конечно Да Конечно Когда человек Мычит Она там Начинает что-то Исполнять Типа слышно Не слышно А когда только ее Начинают носом Макать В ее же Собственное Дерьмо Она вдруг Оскорбилась И сразу У нее слух Прорезался Так вот Че ты звонишь Овца людям Ты че не знаешь Что у людей происходит Что люди Вынуждены на куске хлеба Экономить Потому что сидят И не могут даже Элементарно детям Купить Что-нибудь Чтобы покушать Вкусненького Почему вы не оплачиваете Дебилка Че надо сделать Чтобы оплату Произвести По-твоему Ты дура что ли Куда уже Экономнее Я кашу на воде Ем Воду перестал Кипятить В чайнике Потому что Экономим На газу Мы с вами Свяжемся Иди в пень Экономить Она призывает Совсем чокнулась Мне что ли Мы что После Великой Отечественной Войны что ли Экономить И так все Экономят Заэкономились Уже Дурья Голова А на туре Пустота в голове Честно У этих альфа-банков Да и вообще Не только у них И главное Еще не выключаешься Ты что не выключаешься Не все сказала что ли Не до конца Приколотила себя К позорному столбу Давай я тебе расскажу Я знаю что ты меня слышишь Подпишись на канал Кузнецова Дмитрия Компания Алям Выключилась Ладно друзья Ну в принципе Это касается Тех кто недавно На нашем канале Я призываю вас Всех подписаться На канал Потому что Очень много Полезного материала Есть у нас Плейлисты Что делать Есть ли Обращение Кузнецова Дмитрия Бесплатная информация Юридического характера За эту информацию Отдельно можно Брать деньги Поверьте Посмотрите Если не видели И на колокольчик Нажать Чтобы не пропускать Чтобы не пропускать Новые выпуски Простите Что-то Эта самая Мысль убежала Так еще Кое-какие обращения Значит Недавно Я знаю что Очень многим Людям Которые на меня Подписаны Вконтакте Друзьями Приняты мной Приходят Очень часто Приходят Ну извините Некие Некие просьбы Финансовой помощи Это очень важно Вчера меня одолевал Некий Несчастный С Украины Который не может Никак прокормить Себя и свою Маму-инвалида Я ничего против Мамы-инвалида И людей-неудачников Не имею Я против того Что они До такой степени Беспардонно Попрошайничают Вот Привычка Жертвы Быть попрошайкой И причем Попрошайничать Беспардонно Выкладывая видео Как он там Свои документы Демонстрирует Что он действительно Деньги которые ему переведут Потратит на продукты Я прошу за них прощения Потому что Он сам Лично мне признался Что он Многим моим друзьям Разослал подобные сообщения Но его многие матерят Многие просто Заблокировали Ну и правильно сделали Я Знаете Не хочу Чтобы у меня сейчас Полетели какие-то камни С точки зрения С точки зрения того Что я Такой Бессовестный И не могу Войти в положение Бедных и несчастных людей Каждый по-своему Воспринимает То что вокруг него Происходит И я не хочу Скажем так Помогать людям Закапываться Еще глубже Я считаю Что у каждого Есть свой урок И жизнь не наказывает Жизнь с любовью Учит И если у вас сейчас Трудное финансовое положение То воспринимайте Это как урок Попытайтесь Сделать выводы Знаете Я же часто Об этом говорю Потому что Мне нравится Эта метафора Точнее Переформулировка Выражения Фразы Проблемы Я ее переформирую В статус Задачи И она теряет Фатальность Фраза Проблема Слово Проблема Теряет фатальность И приобретает Некой Оптимистический Окрас То есть задача Подразумевает Решение Представьте себе Школу Я сейчас обращаюсь К этим всем Попрошайкам И вот Учитель один У всех один И Класс Это Наша общая жизнь И мы сидим Друг рядом с другом Да вы можете Заглянуть К отличнику Либо к человеку Который разбирается В предмете И списать Но имейте ввиду Учитель вас Все равно Спросит у доски А списав Вы не поймете Что конкретно Вы написали Поэтому Надо учиться Жить Проходить эти уроки И не жаловаться На жизнь И на всех Окружающих Кто вам якобы Не дает списывать Либо не делает За вас Домашнюю Домашнюю Работу Вот так вот Совсем грубо И в то же время Мне кажется Доходчиво Я эту ситуацию Опишу С точки зрения Того Надо ли Помогать Нищим Попрошайкам Которых Ноги и руки Есть И голова Тоже Если вы Не пользуетесь Головой Это ваша Проблема И не нужно Обижаться Я совершенно Спокойно Со всей ответственностью Заявляю Что у каждого У кого вы Просите Копеечку Есть тоже Семья И они несут Ответственность За свою семью Кормить Всех подряд Мы не сможем Я имею ввиду Те люди Которые умеют Распоряжаться Своими средствами А делать За вас Вашу работу Извините Это Ну во всяком случае Не ко мне Уж точно Пусть каждый Пройдет тот урок Который Предназначен Ему Жизнью Если кто-то Вам помогает То это Его выбор Я не собираюсь Помогать Откровенным Лентяям И неудачникам Если человеку Действительно Нужна помощь А в такие Критерии Я заношу Детей Инвалидов Пострадавших От каких-то таких Независящих От них Причин То есть Я не отношу К этой категории Алкашей Которые Подмораживали Ноги Нажравшись Где-то Незамерзайки Это уже Их был выбор А вот Дети Рожденные С теми Или иными Патологиями Люди Пострадавшие Где-то От каких-то Независящих От них Событий Это уже Совсем Другая Категория Те Действительно Требуют Помощи И Эта помощь Должна Быть Оказана Я долго Очень Ломал голову Как относиться К попрошайкам В своей жизни Но сейчас У меня жесткая Конкретная позиция В этом смысле Да Подчеркну Жесткая Лучше Отнести В детдом Набор продуктов Какой-то Как я считаю Чем дать Тысячу Или даже Сто рублей Какому-то Попрошайке Который просто В очередной раз Поймет Что ему Сегодня Работать не нужно Потому что У него есть Это тысяча Или сто рублей И вы Тем самым Еще глубже Загоните В болото А вот Если вы Проигнорируете Его просьбы Он может быть Сегодня А может быть Через год Когда совсем Туго станет Задумается Что нужно Включать голову И идти работать Вот так Причем Работать там Где можно Себя прокормить А не просто Где полегче Там помахать Метелкой Или даже Может быть Где-то Перенести Какой-то Тяжелый груз Работы Везде много Этот тип Из Украины И Там тоже Все равно Есть работа Не надо Ничего Говорить Большая Многомиллионная Страна Так же Как и в России Есть и нищие И состоятельные люди Поэтому Такое Небольшое Лирическое Отступление А я всех Призываю Включать голову Не бояться Того Что происходит Страшное На первый взгляд Вокруг них А посмотреть На ситуацию Осознанно Спокойно Успокоиться Если вопрос Касается Кредитных Взаимоотношений То уж точно Если вы боитесь То вы не на верном Пути Наш канал Вам в помощь Наш сайт Ссылка на сайт Есть в описании Любого ролика Этого в том числе Поэтому Заглядывайте Смотрите И там есть Видеопрезентации Как не платить Кредит законно Напомню Для всех Кто еще Может этого не знает Не слышал Услуга Банкротства Физических лиц В нашей компании Это стоит 105 тысяч рублей Под ключ Поэтому Если вам Это действительно Интересно Оставляйте заявку У нас на сайте Форма Для заявки Есть На любой Практически Страничке На нашем сайте И можете Позвонить Если не дозвонитесь Оставите заявочку Нам Очень приятно Что вы Обратили на нас Внимание И наши специалисты Обязательно Вам перезвонят Только Пожалуйста Берите трубку Потому что Многие Просто боятся Брать трубку Мы не можем За вас Перестать бояться В этой связи Не обессуйте Если вы не получите Грамотного ответа Все консультации У нас бесплатные Как только Закончится карантин Мы сразу же Откроем двери Наших офисов На сегодняшний день У нас есть Головной офис В Санкт-Петербурге На Бухарестской 24 В Калининграде И в Ростове Существует Предложение По франшизе Кому это интересно На сайте Есть Электронная почта И вот здесь Она тоже Выходит Суппорт И туда Можете написать Вопросы По франшизе С вами Свяжется Наш специалист Ответственный За это направление Направление Франшизы И все Обсудите На этом все С вами был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты Компания Алиам Я желаю вам счастья Друзья Здоровья Финансового благополучия Вам и вашим близким Пока Увидимся